Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях в Чувашии прямо сейчас в студии Ольга Алексеева. Шершели о фам или добро пожаловать в 90-е. Почему? В России в год продают по 800 тысяч бейсбольных бит и всего по три мяча. Массовое побоище и массовое бегство близ Батрева. Шартан, Кагайщурби и Хуплу. Для русского ухо звучит странно, для чувашского как мелодия о вкусной здоровой пище. Когда россияне запоют о еде в унисон и поедут в гости в республику. Кто убедил десятиклассницу всерьез задуматься о том, где будут гулять ее правнуки и правда ли большой этот не только протеатр. Чувашия по-прежнему остается горячей точкой. Речь о температуре воздуха. Она поднимается до 35 по Цельсию. По данным метеорологов, такая погода продержится в регионе до середины рабочей недели. В четвергу ожидается похолодание и начнутся дожди. Пока же в МЧС подводят неутешительные итоги купального сезона. За истекшие три месяца на воде погибли 27 человек. Из них трое детей. Из 22 утонувших взрослых, 19 в момент утопления находились в состоянии алкогольного опьянения. В текущем году количество роста утонувших, помимо беспечности граждан, во многом поспособствовало жарковая и засушивая погода на протяжении практически всего лета. В текущем купальном сезоне в республике оборудованы и допущены к эксплуатации 12 пляжей и 130 специально оборудованных мест для купания. Трое детей пострадали в результате пьяного ДТП в Ибрезинском районе Чувашия. Трехлетний малыш в тяжелом состоянии. Анна Центовская посмотрела на кадры пьяной езды и попыталась понять, почему горький опыт актера Михаила Ефремова, который обсуждала вся страна, так никого, а главное, ничему не научил. 16 июля в Ибрезинском районе произошла страшная авария. Пострадавшие – трое детей. И если старшие отделались ушибами и легкими травмами, то младший – ему всего три года, в реанимации, в коме. Видновник ДТП – 31-летний житель Ибрезинского района. Только за прошлый год пять раз грубо нарушал правила дорожного движения, превышал скорость и проскакивал на красный. На этот раз тоже летел. Догнал впереди идущий автомобиль. Восстановлению не подлежат обе машины. В крови – смертельная доза алкоголя. Вот еще свежее видео из Чебоксар. Этот персонаж только что вышел из-за руля. Сотрудники ДТП подоспели вовремя. Не успел далеко уехать. Врачи просят водителя не отвлекаться на смартфоны, а пассажиров всегда пристегиваться. За шесть месяцев в Чувашии в ДТП погибло два ребенка. 59 получили ранения. При этом водители не всегда виноваты. В сезон роликовых коньков и новомодных самокатов статистика бьет антирекорды. В качестве пешеходов травмы получили 12 детей. Шестеро из них получили травмы по собственной неосторожности. Каждый ребенок должен понимать, что дорога – очень опасное место. Только объяснить это ему должны взрослые. Как раз сегодня в садике номер 83 вместо воспитательницы – человек в форме. Инспектор ГИБДД о том, как правильно переходить дорогу. Незамысловатые стишки «Красный свет дороги нет» уже не работают. Надо сочинять новые – про беспроводные наушники, гаджеты и электросамокаты. Начнем переход с тобой. Правильно. Так, наушников у нас нет. Сотовый телефон мы убрали. Итак, смотрим сначала по сторонам налево, направо. Так, все автомобили у нас стоят? Стоят? Можно переходить дорогу? Дальше дело родителей. Научить и объяснить, что настоящее уважение к дороге – это когда водитель притормаживает на зебре, а пешеход прибавляет шаг. И даже переходя на зеленый сигнал, все-таки стоит повернуть голову и посмотреть, нет ли автомобиля. Анна Центовская, Андрей Шоклев, Юрий Марков. Республика. Очень хорошо. Полицейские предотвратили массовую драку в Баттерском районе Республики. На кадр с камер мобильного телефона толпа агрессивно настроенных молодых людей с бейсбольными битами и палками в руках. После появления наряда ППС мужчины бросились в рассыпную. Как стало известно, конфликт начался еще в ночь на субботу. Из-за дамы сердца подрались несколько человек – жители сел Долгий остров и Шигардан. Спустя почти сутки собралась группа поддержки одного из зачинщиков конфликта. Всего 180 человек. Сейчас возбуждено несколько административных дел. Участникам шествия грозят штрафы и административные аресты. Принятыми мерами полицейскими установлен 21 человек, участвовавший в потасовке. В медучреждение за помощью никто не обращался. В ходе разбирательства в отношении 8 человек собраны материалы для привлечения к административной ответственности за организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан, повлекшие нарушение общественного порядка. После инцидента проведены массовые проверки. Внимание полицейских привлекли 233 местных жителя. Руководители мусульманской общины назвали произошедшее недопустимым и противоречащим Корану. В свою очередь, поселковые администрации считают, что о религиозной розни речи не идет. И еще околокриминальные сводки из Батарева. На учет в детскую комнату поставили двоих 8-летних школьников, которые разгромили Стеллу на въезде в село Звезда Победы. Программа «Республика» рассказывала об этом чуть меньше недели назад. И вот сегодня в разговоре с полицейскими ребята признались. От скуки кидались камнями друг в друга. Заодно и разгромили потехи ради Стеллу. Объяснение оказалось не очень убедительным, поэтому на разговор с инспектором по делам несовершеннолетних были вызваны и родители мальчиков. Теперь им придется заплатить штраф и за ремонт, и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов. В Приволжском им станет Дмитрий Чернышенко. В правительстве страны заявили, что институт кураторства не будет замещать функции постоянных представительств президента в округах. Однако усилит контроль за реализацией национальных и инвест-проектов и ускорит их финансирование. Закрепление Чернышенко за нашим округом тоже хороший сигнал для нас, поскольку ряд программ мы реализовываем как раз в тех сферах, которые он курирует уже в правительстве как профессиональный менеджер. Ну, например, все, что связано с цифровизацией, внедрением новых технологий, со спортивными, культурными проектами, это все Чернышенко, ну, например, студент Волга, мы начинали пробивать, как раз получив от него поручение проработать этот вопрос. Ну, и в результате нам удалось пробить финансирование соответствующего проекта. Уровень безработицы в Чувашии возвращается к допандемийным показателям. По данным Минтруда Республики, на 19 июля в регионе зарегистрировано 6701 безработный. Это почти на треть меньше, чем три недели назад. Напомню, в начале июля Владимир Путин поручил правительству принять все возможные меры для восстановления занятости населения до уровня 2019 года. При этом основная ответственность за ситуацию на рынке труда возложена на региональной власти. В поручении президента отмечено, что число безработных должно вернуться на докризисный уровень, а лучше опуститься еще ниже. С начала года в Чувашии через центр занятости удалось трудоустроить более 20 тысяч человек, в том числе 305 инвалидов. На предприятиях республики до сих пор порядка 17 тысяч вакансий. При этом остается проблема нехватки квалифицированных кадров, в том числе рабочих специальностей. Мы решили подойти к этому вопросу таким образом, что выделяя деньги центров занятости, мы используем возможности учебных заведений, но работу организовываем на самих предприятиях, где эти люди требуются. Таким образом мы укорачиваем путь, с одной стороны, подготовки специалистов, даем им компетенции прямо на рабочем месте и используем эффективность средства, которые выделяются на решение вопросов занятости. Путь к сердцу туриста ведет через кухню. Именно так решили сегодня в Ассоциации рестораторов Чувашии. Национальная гастрономия не просто может, а призвана завлечь в регион туристов со всей России и из-за рубежа. Татьяна Молкова, хоть и живет в Чувашии с рождения, а тоже узнала и попробовала много нового. А оказалось традиционные блюда. Из Екатеринбурга в Чебоксары представители туриндустрии Урала делились своим опытом, как привлечь и задержать туристов на своей территории. Туризм долгое время в стране был как нелюбимый ребенок. Роди все куда-то ездили, а индустрия развивалась по странному, если не сказать хаотичному сценарию. Сегодня очень интересно, это и сельский туризм, это гастрономический туризм, потому что путешествуем, мы хотим пробовать вкусы, в том числе и вкусы Чувашии. А здесь, на самом деле, вы можете покорить любого своим колоритом, от приготовления пива и заканчивая мясными блюдами. Покорять национальные кухни в этот раз решили в первом в Чебоксарах ковид-фри-кафе. На суд представители туриндустрии Чувашии и Свердловской области представили традиционные шартан, хупсу-сутятины и кагай-шурпи. Суп очень вкусный, необычный. Вы знаете, удивило, лук неожиданно проявил себя. Вот секреты современной, новой, подрубни, это как раз баланс всех вкусов и текстур. И лук здесь, он, видимо, достаточно свежий, он у нас очень удивил, то есть с приятным послевкусием. Конечно, еще ждем продолжения. Я в восторге. Ничего подобного никогда не пробовала. Ассоциация рестораторов, которая недавно появилась в республике, предлагает в каждом ресторане подавать блюда Чувашской национальной кухни. Например, в итальянском может появиться средиземногорская севиче из волжского судака. А во французском кафе почему бы не подать круассаны с творогом и луком. Своеобразные оксюмароны, то есть сочетание несочетаемого, а так может быть гармонично при правильном подходе. Подается оливье с шартаном, но многие, услышав это наименование, могут подумать, что шартан в оливье находится. На самом деле формат подачи заключается в том, что это обычное оливье и рядом бутербродик с шартаном. Соответственно, немножечко другая интерпретация французского салата. Суть в том, чтобы в меню ресторанов появилась национальная кухня, причем качество, наполненность той, которую привлекательны туристам. Все-таки гастротуризм и все, что связано с национальной едой, социокультурным кодом, это тот привлекательный магнит, который тянет к себе туристов. Национальная кухня – то, что может притягивать туристов. Если понравится еда, то понравится и регион. А если понравится регион, то и количество туристов увеличится в разы. И каждый, кто оставит положительный отзыв, станет амбассадором. Например, Чувашей. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Батаревский район, Новочебоксарский, Канар – в числе лидеров по прибыли среди муниципалитетов республики. Малый бизнес из центра пошел в районы, обосновывается в селах и деревнях. Логично, что именно в районе провели совещание о привлечении инвесторов на так называемый «длинный рубль». То есть, когда вложения отобьются не завтра и даже не через год. Екатерина Шиверова посмотрела на примеры того, как нехитрые изменения инфраструктуры делают отдельно взятый городок, что называется, манким для бизнеса. Центральная площадь – парк культуры с дорожками и газонами. Все как у всех. Все как должно быть. Но ведь не было благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды. По этой программе создан вот этот парк. Мы сюда вложили 12 миллионов. Значит, благодаря этим 12 миллионов современная вот такая беговая дорожка, 14 метров, тротуары из брусчатки. Полностью сделана сцена спортивной и игровой площадки. Комфорт для жителей, интерес для бизнесменов. Логика проста. Благоустроенная территория – центр притяжения людей и денег. Мне очень хочется, чтобы главы районов и ответственные по экономике, они четко понимали, что у них есть не только сельское хозяйство, при всем уважении, но еще есть намного больше инвестиционных ниш, намного больше инструментов, чем только дает возможность пользоваться мерами поддержки на селе. Но если мы их объединяем, действительно у вас могут появиться очень неплохие перспективы в части развития ваших муниципалитетов. Каждый район республики уникален. Если яльческий богат плодородными землями, то шумершинские лесами. Здесь много возможностей для отдыха, соответственно, для туризма. А вот в Шумерле большой промышленный кластер, машиностроение – одно производство, как по учебнику, подтягивает смежные отрасли и производство. На сегодняшний день достаточно много деталей, узлов, комплектаций и так далее переходит с импортного на внутренний рынок. Поэтому наши промышленники, наши предприниматели, которые готовы сотрудничать с нашими ведущими предприятиями, также могут рассчитываться на определенную поддержку. Мы им подготовим площади, предложим здания и так далее, для того, чтобы они могли напрямую сотрудничать с нашими основными городообразующими предприятиями. У каждого района без исключения есть возможность привлечь инвестора. Тем более, что программ поддержки от региональных до федеральных – десятки. Екатерина Шиверова, Алексей Зотиков, Юрий Марков, Республика. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» и «Патриоты за правду» определилось со списком кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии. По единому избирательному округу в списке 56 кандидатов, по одномандатным избирательным округам – 22. Такое решение было принято на конференции партии. Это первая конференция, где приняли участие три партии – «Справедливая Россия Чувашия», «Патриоты России» и «Партия за правду». Три партии в одной – это, цитирую, «способ приумножить возможности и найти новые способы для того, чтобы повысить качество жизни жителей республики». Конец цитаты. Партия выдвинула по всем округам кандидатов в депутаты Госсовета Чувашии, Красноармейского и Шумерлинского муниципальных округов первого созыва, а также муниципальных образований. Должна быть очень серьезная избирательная кампания, содержательная кампания, которая убедит избирателей выбрать кандидата именно от этой партии. Убежден, «Справедливая Россия» за правду готова, таким образом борется, и убежден, что кандидаты готовятся, ну и дальше уже, как говорится, день голосования показывает, как это произойдет. Региональные отделения парламентских партий в Чувашии завершили выдвижение кандидатов в депутаты Госсовета Республики. Впереди честная и конкурентная борьба, отметили участники встречи. Вадим Уравьев, Ольга Алексеева, Алина Сусметова. Республика. Либерально-демократическая партия России и коммунисты России подали документы на выборах депутатов в Госсовет Чувашии по единому избирательному округу и андомандатным округам. Также в ЦИК Чувашии поступил список партии Родина по единому округу. Документы на выдвижение списка в Госсовет Чувашии предоставила Российская экологическая партия «Зеленые». Также списки для заверения выборов в региональный парламент в ЦИК Республике подала КПРФ. Председатель Чувашского регионального отделения партии «Яблоко» Владислав Аркадьев подал документы на выдвижение в Госсдуму по Чебоксарскому-андомандатному избирательному округу 38. Два кандидата от партии ЛДПР Константин Степанов и Вячеслав Соловьев выдвинулись на выборы в Госсдуму по Чебоксарскому и Канажскому одномандатным округам. Эльза Кузьмина, представитель партии «Новые люди», подала документы в Госсдуму по Канажскому одномандатному округу. За Чебоксарским избирательным округом номер 38 закреплены 9 330 россиян, проживающих на территории Белоруссии. Проголосовать они смогут в посольстве нашей страны в Минске. Такая практика была применена на выборах депутатов в Государственную Думу в 2016 году. Отмечу, что отдать свой голос россияне, проживающие в Белоруссии, могут как за список партий по единому округу, так и за кандидата по Чебоксарскому одномодатному округу номер 38. На 19 июля в Чувашии на выборах в Госдуму выдвинулись 14 кандидатов-одномандатников, 13 от партий и один самодвиженец. На данный момент на выборах депутатов в Госсовет Чувашии списки для заверений в ЦИК региона предоставили 6 партий. Новые люди, КПРФ, Зеленые, Коммунисты России, ЛДПР, Родина. В списке последних трех республиканский центр избирком уже заверил. О большом в прямом смысле слова мечтает школьница из Канажского района. Речь не о театре, о дубах, которые лет через сто должны превратиться в исполинов. Реват Фаткулин познакомился с девушкой, которая еще в нежном возрасте задумалась о том, как будут жить ее внуки и даже правнуки. Копнул лопаты, посадил саженец, присыпал землей. Готово. Если так сделать много раз, будет лес. Нет, не будет, утверждает Даша Васильева. С раннего возраста, хотя и девушка только закончила 10 класс школы, мечтает возродить гербовое растение республики – исполинский дуб. Дуб чересчатый любит чернозем. И это самая лучшая почва для него. Почву будем смешивать 50 на 50 с этим грунтом и с землей, с родной землей, чтобы дерево желудь лучше прижился. У Даши все по науке. От грунта до желудей. Если просто насобирать их в газоне, велика вероятность все усилия, как говорится, на смарку. Чтобы заручиться поддержкой, Даша свою девичью мечту о стройном деревце с красивыми листьями превратила в проект. С труднопроизносимым названием «Технология выращивания пророска кверсуса, чересчатого из семян в домашних условиях» презентовала на молодежном форуме «Молгород». Ее энтузиазм оценили. Сегодня волонтеры партии «Единая Россия» привезли все необходимое. Я очень рада, что мне помогли с финансированием данного проекта. И это как бы еще больше мотивирует продолжать это дело. В этом году мы тоже собираемся собрать желуди и в следующем году высадить их на постоянный участок. В прошлом году эксперимент попробовали высадить 16 дубов. В этом весной высадили 16 дубов как эксперимент. И прижилось у нас 10 саженцев. Девочка действительно болеет и старается реализовать то дело, за которое она взяла. И невозможно было пройти мимо, когда увидели, что такой ребенок целеустремленный имеет осознанное желание заниматься таким важным делом. Юный эколог понимает, что прогуляться в дубовые рощи смогут скорее всего только ее внуки. Только если она, молодая девчонка, сегодня прорастит желуди. Рифат Фаткулин, Николай Скворцов, Республика. Спортсмены из Чувашии прибыли в Олимпийский Токио. Владислав Полешов и Елена Герасимова – гимнасты и мастера спорта международного класса. Для 17-летней Елены предстоящие игры будут дебютными. А вот для Владислава это уже вторая Олимпиада. Соревнования в Токио стартуют 23 июля и завершатся 8 августа. Игры должны были пройти в японской столице еще в 20-м, но из-за пандемии было принято решение перенести их на этот год. Специально нашему телеканалу Владислав Полешов рассказал, как проходят их тренировочные дни в самом сердце Олимпийского Токио. Всем привет! Мы уже находимся в Токио. 9-часовой перелет дался неплохо. Сегодня мы уже потренировались. Снаряды и обстановка в зале очень даже достойная. Ждите дальнейших развитий. На этом я с вами прощаюсь. Прямо сейчас в нашем эфире программа «Территория здоровья». Вы узнаете, какие симптомы говорят о развитии онкологии и есть ли лекарства от рака. Об этом и многом другом прямо сейчас. А я, Ольга Алексеевна, прощаюсь с вами. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова